Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Сегодня 24 июля и я продолжаю рассказывать о самых крупных томатах, которые вызревают у нас в открытом грунте. Вот у нас сибирский регион и со вчерашнего дня уже началась холодная погода. Сейчас 12 градусов, ночью еще холоднее. И ясно, что в таких условиях не все томаты могут вызреть на улице. Дождливая, ветреная погода, холодная. Возможно, что лета теплого, солнечного у нас больше не будет. У нас иногда весь август бывает дождливая, сырая погода. Хочется всем получить крупных, мясистых томатиков. Но не все они выдерживают такие вот условия наши сибирские. Некоторые уже начали спеть, некоторые еще нет. Я сейчас вам расскажу именно о тех томатах крупных, которые точно вызревают в открытом грунте, без теплицы, в условиях сибирского региона. Ну, естественно, и приравненных к ним. Вот у меня сейчас я обрезаю. Хочу вам показать, что в данный момент поспели уже золотые купола. Там Андреевский сюрприз. Я говорила сегодня про Бердский крупный. Он еще не поспел, но он поспеет. Сейчас я вам буду рассказывать про любимый праздник. Я про него говорила в теплице. Сейчас я про него расскажу, как я его выращиваю в открытом грунте. Ну, вот видите, из-за дождливой такой пасмурной погоды эти томаты я тоже пришла сегодня все обрезаю. Видите, какие горы листьев. Оголяю вот эти плоды, чтобы немножко, когда на те короткие минуты, когда солнышко будет выходить, чтобы немного они хотя бы получали порцию солнышка. Ой, сейчас я как-нибудь размещусь, чтобы вам было видно. Вот это вот любимый праздник. Кто смотрит мои видеоролики, тот помнит, что я про него говорила. В теплице я его выращиваю. Там он хорошо, прекрасно вызревает. Уже давно спелые плоды. Но нам-то нужно получить крупные, спелые плоды в открытом грунте. Ой, ветер холодный, не могу. Ведь не у каждого есть теплица. Я вам сейчас покажу. Вот, любимый праздник в открытом грунте. У него очень большие, хорошие плоды. Но единственное, что я не забочусь о том, чтобы укрупнить их. Если бы их укрупнять, нужно было бы нормировать количество завязей. Видите, у меня они маленькие всякие, все выше-выше. Я ничего не общипываю. Вот что вырастет, то вырастет. Потому что у меня их очень много, если еще каждый ходить кисточки считать. Ой, там от холодной при холодной. Он вырастает вот обычной формы, там 200-300 грамм. Иногда 400. Один больше, другой меньше. Еще раз говорю, что я не гонюсь за сильно крупноплодным. Главное, что он не мелкий. Это не скороспелка, которая вот такая маленькая, быстро созревает. У него очень хорошие, крупные, достойные плоды. Они именно сахаристые, такие мясистые. В них мало семян и много мяса. И вот этот сибирский сорт, потом летом, когда он весь будет спелый, я вам покажу более подробный видеообзор. Но сейчас я начала заранее, только для того, чтобы потом будет время мало. И может быть не все сорта придется описать. Удастся, времени хватит. Неизвестно еще, как погода себя поведет наша. Вот этот сорт, он обязательно у вас поспеет в открытом грунте. Потому что это сибирский сорт. Селекционеры специально вывели его для того, чтобы эти крупные, мясистые, огромные плоды созрели в открытом грунте. Конечно, многие сорта созревают в открытом грунте. Вот здесь у меня дальше уже идет Кенигсберг, по-моему. Он тоже зреет, но они не такие крупные. Вот эти плоды, если вы будете нормировать количество завязей, полкило, 700 грамм, 900 грамм, даже килограмм с лишним можно получить. И можно получить в холодном регионе. Вот как у нас в холодную погоду. Они неприхотливые, некапризные. Я формирую в два ствола. Вот видите, идет один стволик, он раздваивается. У нас не больше 5-6 кистей в сибирском регионе вызревает. Сейчас маленько, и можно даже лишние цветочки убрать. Но вообще он детерминатный, он сам завершкуется. Если вы его даже не будете общипывать, он сам позаботится о себе и расти высокий не будет. Он не вырастет 2 метра в высоту. Он очень удобный тем, что он низкий, метр 20, крупные плоды, такие красивые, розового цвета, вытянутые формы. Вот это любимый праздник. Он тоже относится к одному из самых крупноплодных томатов, который может вызреть в открытом грунте, без теплицы, в сибирском регионе и в других прохладных регионах. Все, до свидания.